Здравствуйте, это канал Красный Шарф и сегодня мы начинаем серию зарисовок под названием Нераскрывшиеся. Про спортсменов, добившихся серьезных результатов на юниорском уровне, но впоследствии пропавших со спортивного небосклона. В свои 20 эта фигуристка успела стать призером первых в истории зимних юношеских олимпийских игр, дважды выигрывала медали на юниорских чемпионатах планеты, поступила в МГИМО, побывала в настоящем суде и пообщалась с президентом. Наша первая героиня Лина Федорова. Наша пара распалась совершенно как-то очень быстро, для меня лично непонятно, потому что, ну как все, наверное, знают, кто смотрит и вообще как-то интересовался фигурным катанием, он получил травму, разрыв крестообразной связки в колене и не катался полтора года. Потом через полтора года он вышел на лед, то есть я ждала его, каталась одна. Мы провели две тренировки и меня просто вызывают в тренерскую и говорят, что все, вы больше не катаетесь вместе. Для меня это было совершенным шоком, потому что я, во-первых, не ожидала такого и никаких предпосылок, скажем так, к этому не было. Но потом, через два дня я прихожу на каток и вижу, что Максим катается снова девочкой. То есть, да, и мы с ним стали как-то, ну, скажем так, в моменте какими-то посторонними, посторонними людьми, потому что, ну, как мы просто проходили друг мимо друга и, ну, не знаю, со мной никто не здоровался, грубо говоря. Но я, опять же, не хочу наговаривать, потому что уже прошло больше трех лет, поэтому все это воротить заново, это уже никому не нужно, неинтересно. Ну, что было, то было, скажем так. За эти полтора года была возможность найти себе другого партнера? Я думаю, безусловно, конечно, потому что тогда я была и в форме, и каталась, и, ну, как бы все элементы были на хорошем уровне. Но, опять же, повторюсь, никто, как бы, даже речи не заводил о том, что нужно искать партнера. То есть, я была абсолютно уверена в том, что он вернется, и мы начнем кататься. Не рискованно ли это было? Как оказалось, это рискованно. То есть, я к тому виду, что полтора года все-таки без соревновательной практики достаточно больших страхований. Ну, знаете, как говорят, на ошибки кучится. То есть, если бы у меня сложилась второй раз такая ситуация, я бы, конечно, никогда не допустила такой же ситуации. То есть, я бы всегда искала какой-то вариант, скажем так, подстраховки, потому что, ну, вот, как оказалось, я осталась, скажем так, в дураках из-за всей этой ситуации. Налет тянет? Да. Да, налет тянет и до сих пор, и на протяжении всех этих трех лет как-то я думала, что это пройдет, что станет как-то лучше, проще, но... Нет, это неправда. Легче не становится. Да, тянет, конечно. На самом деле, я сама не поняла, как вообще это произошло. То есть, все произошло, опять же, очень-очень быстро и резко. Дело в том, что я переводилась из одного института в другой, из Останкинского вуза я... У меня, мне выпал шанс, выпала возможность перевестись в МГИМО, чему я очень рада. Всех, как бы, карты раскрывать не буду, как это получилось. Но то, что это получилось, это супер, и я очень этому рада. И, безусловно, сложно, потому что, ну, я, как и наверняка многие спортсмены, не привыкла отдавать все свое время учебе, потому что мы никогда с этим не сталкивались. Это честно. Зато это честно. Потому что у нас, ну, в большой спорте учеба уходит на второй план. Ты отдаешь все свое время, все свои силы на спорт. То есть, ты 24 часа тренируешься, домой приходишь вставший, и учеба просто проходит мимо тебя. Сейчас же в моей жизни все обернулось совершенно по-другому. То есть, мне приходится отдавать все свое время, даже свободное, учебе, занимаясь с репетиторами по языку и так далее. Поэтому это, безусловно, для меня сложно. И что-то новое. Но, тем не менее, наверное, нужно все-таки это преодолеть, потому что, как вы сами сказали, ни много ни мало. МГИМО лучший институт страны, скажем так. По какому языку? Я учу два языка. Первый немецкий. Собственно, по нему я и занимаюсь, я и птиторами. Второй английский, он чуть лучше. Там, слава богу, не приходится пока ни с кем заниматься. То есть, дома самостоятельно учается. Ну что, все-таки London is the capital of Greek Britain или Das ist Phantasy? Нет, скорее я больше отдаю предпочтение все-таки английскому языку. Я, честно, никогда не хотела учить немецкий. То есть, я всегда, мне кажется, кричала о том, что немецкий некрасивый, грубый язык. Но я перевожусь в институт, и мне говорят, что Алина, так как группа уже сформирована, вы попадаете в группу по немецкому языку. Ну, в принципе, наверное, опять же, все, что не делается, все к лучшему. Сложный язык, но если его выучить, то прикольно. Прикольно. Какое самое длинное слово в немецком языке уже довелось выучить или встретить хотя бы? О, боже. Дело в том, что в немецком языке слова, тем более длинные, они строятся из разных отдельных слов. Поэтому сейчас я так не вспомню. Ну, может быть, может быть, это, ну, грубо говоря, Student in Wunheim. То есть, это немецкое общежитие, это общежитие для студентов. Ну, что-то такое. То есть, это вот собрано из трех слов. Это студенты, жить и место. То есть, вот так. Ну, раз сталкивались с этим словом, вы что, довелось пожить в этом студенческом общежитии? Нет, слава богу, я не живу в общежитии, потому что я наслышана от ребят, которые со мной в немецкой группе, что там, мягко говоря, не очень. Слава богу, я живу в Москве, слава богу, у меня есть квартира, я живу с родителями, поэтому все супер. В этом плане мне повезло больше. Этим летом я проходила практику на Первом канале, чему очень рада, потому что, честно, я не ожидала, что все будет настолько здорово, настолько интересно. То есть, с первого дня практики мы, я и еще одна девочка из моего института, мы проходили ее вместе. Мы отправились на съемки, начали брать интервью, снимать сюжеты, даже писать какие-то подводки и даже тексты к сюжетам. То есть, это было очень интересно, даже в каком-то из сюжетов, я помню, моя фамилия упоминается в конце, чему я просто, я была, наверное, в восторге. Я, во-первых, этого не ожидала никак, и поэтому для меня это было очень приятно. Плюс я познакомилась с интересными людьми, между прочим, большинство ребят, которые там работают относительно, ну, мне взрослые, скажем так, то есть, от 25, что мне кажется интересным, ну, и выше, ну, ладно, это уже не важно, вот, и я познакомилась с очень интересными людьми, и которые, что важно, всегда были готовы помочь, что-то подсказать, что вот очень приятно было, лично для меня. Ну, так. Как человек попадает на первый канал, пусть даже и на практику. Ну, я уже учусь в МГИМО, поэтому с этим попроще. Дело в том, что у нас есть преподаватель Владимир Романович Легойда, и его домашним заданием было летом отправиться на какую-то практику, может быть, найти ее самостоятельно, или же обратиться к нему, что мы с еще одной девчонкой, собственно, и сделали. И он предлагал много вариантов, то есть, не только, возможность была стажироваться не только на Первом канале, но мы выбрали и Первый, и, опять же, не пожалели нисколько, ну, лично я точно. Какие самые интересные или самые сложные съемки? Наверное, самым запоминающимся моментом было то, что в первый же день меня отправили в Останкинский суд. Да, может быть, знаете... Как корень с мамой? Нет, это уже... Меня уже не было в этот момент на практике, что жалко. Нет, это было дело об убийстве тремя сестрами Хачатурян, да, своего отца, и для меня это был какой-то нонсенс, потому что мы провели в этом Останкинском суде часов 7-8, при том, что нас не запускали вовнутрь, то есть мы все это время караулили, скажем так, людей, не заходя внутрь. Тогда я задумалась, нужно ли мне все это вообще или нет. В первый же день? Да, в первый же день, потому что, ну, я немножко, скажем так, была в шоке, да. Неужели мне придется, то есть проводить вот так вот все свое время на работе, стоя около каких-нибудь таких сомнительных помещений, скажем так. Но самым большим шоком было, когда мы зашли, конечно, внутрь и увидели этих девочек вот за решеткой. То есть это было страшно лично для меня. Ну, с этим тоже пришлось столкнуться. Но, правда, впечатление неизгладимое, то есть я рассказываю об этом всем, и все смотрят на меня с круглыми глазами, потому что это действительно то, что, ну, такая, мне кажется, возможность выпадает мне каждому все-таки увидеть это все воочию. И, наверное, слава богу. Ну, я все равно рада, что такой опыт тоже был. После всей этой практики не возникло сомнений в правильности выбора? В плане чего? Практики или журналистики? Ну, и того, и другого. Нет, насчет практики я не пожалела нисколько, опять же скажу. А насчет журналистики не знаю. Пока, честно говоря, сложно обо всем этом рассуждать. В таком ключе буду ли я как-то связывать свою жизнь в дальнейшем непосредственно с журналистикой. Но, может быть, просто пока я не вижу себя ни в чем другом, скажем так, помимо журналистики. Но, скорее всего, это будет спортивная журналистика, опять же. Все-таки мне кажется, что это будет лично для меня интереснее. Да. Что вы смеетесь? То есть спорт не уходит. Он не может уйти. И мне кажется, честно, я пыталась на протяжении всех этих, опять же, трех лет, я пыталась как-то избавляться от мыслей о спорте, не смотреть, потому что, правда, нет сил. Иногда нет сил смотреть. Невозможно смотреть. Соревнования. Но нет, пока не получается. То есть спорт, мне кажется, он вообще не уходит из жизни спортсмена никогда. От юношеских олимпийских игр самые теплые воспоминания, потому что все-таки это, можно сказать, было началом нашей карьеры спортивной. И поэтому для нас все было в новинку, все было новым. То есть, во-первых, мы никогда не были в олимпийской деревне. Я ее представляла себе совершенно по-другому. И наверняка люди, которые тоже там не были, думают, что там много, не знаю, каких-то навороченных штучек и номера в гостиницах очень классные и модернизированные. Но нет. Дело в том, что в первый день, когда мы туда заселились, мы были в шоке, потому что мы жили в доме с девочками. Я помню, я жила с Настей Долитзе, она тогда тоже каталась, с Лизой Туктамышевой, с Аней Яновской, с Машей Синовной, может быть, помните, с танцоршей. И мы просто зашли и увидели деревянные кровати, незастеленные, то есть деревянные стулья, одно зеркало на весь дом, стол, все, стол и все. И мы приходим, и к нам приходит девушка, мы говорим, а что это, а как, почему все так, и нам сказали, это все сделано специально для того, чтобы люди тратили время, тратили время больше на как бы общение между собой, больше как-то, не знаю, проявляли сплоченность друг к другу. Вот это было настроено. И на самом деле это сработало. Это сработало, потому что интернета тоже не было. И это была зима, и я, как сейчас помню, мы выходили чуть ли не каждый день играть в снежки, причем не только наша команда, да, а еще и остальные страны и ребята, с которыми мы были знакомы. В общем, это непередаваемые ощущения. Ну и, конечно, от выступлений тоже. Было много зрителей, все смотрели. И, естественно, представлять свою страну на соревнованиях подобного уровня – это большая честь. То есть я до сих пор безумно рада тому, что именно мне на обстановку была такая возможность. Да, так получилось, что этот факел висит у меня тут. И на нем до сих пор номер 001. То есть это самый первый факел, который... Как это получилось, я не знаю, честно говоря. То есть нас просто поставили перед фактом за несколько недель до этого, что вот вы будете первыми факелоносцами. Вы будете вручать тот факел президенту и потом уже дальше передавать его другим атлетам, спортсменам. Ну как так? Кто-то пришел и сказал? Честно, вот я не помню, как это произошло. Я не помню, кто ввел нас в курс дела. Я просто помню то, как разворачивались события. Когда ты вручаешь факел самому президенту Владимиру Владимировичу, это, конечно, дорогого стоит. Очень долго к этому готовились. Проводили целые дни на репетициях с раннего утра до позднего вечера, чтобы все получилось, чтобы все получилось хорошо. Что можно репетировать с утра до ночи, когда всего лишь передача факела? Дело в том, что очень многие люди отвечали за именно передачу факела от нас президенту, поэтому все должно было, скажем так, отлетать от зубов. И поэтому мы проводили очень много времени. Мы сами уже были очень уставшими. И все люди на площадке тоже. Но все прекрасно понимали, для чего мы это делаем, кому мы это передаем. Поэтому все просто молча репетировали, проводили время холодно, усталость, тяжело. Пьешь чай, идешь дальше, работаешь. Все. Но это того стоило. То есть я не жалею вообще о проведении на часах, скажем так, днях на площадке. Первую встречу с президентом помните? Да. Первая встреча с президентом у нас сложилась как раз-таки в «Приключении факела». Да. А вторая, ну она была поинтереснее, там даже удалось пообщаться. То есть когда мы сидели на открытии Олимпийских игр в Сочи, я помню, он задал вопрос. Здесь я повернусь, но, во-первых, мы сидели как на иголках, потому что невозможно было... Мы просто не поворачивали даже голову в его сторону, потому что, не знаю, просто не знаю, вот как будто парализовало. Мы просто смотрели вперед, смотрели на то, как проходит открытие, и вот так, просто вот так. Да. И потом он поворачивался к нам и говорит, ребята, ну как вам открытие, все нравится? Мы сначала молчали, потом как-то быстро отошли от этого, и мы сказали, да, спасибо вам большое. Это было очень здорово. Да, ну то есть от него исходит какая-то невероятная энергетика. На словах это никак не возможно описать, то есть только при встрече можно понять, о чем я говорю сейчас. Ну, безусловно, вот по тому, что мы испытали, сидя рядом с ним, очень сильный человек. То есть как внутренне, так и внешне, абсолютно. Ну, хотелось же, наверное, пообщаться, перекинуться там пару фигуровать. Почему мы ограничились столько спасибо? Я не знаю, я не знаю, как я вообще себя заставила попросить сфотографироваться, честно говоря, с Владимиром Владимировичем, потому что Максим, насколько я помню, этого не сделал, и он меня фотографировал просто вот с дрожащими руками, и я просто не знаю, честно, я не знаю, как это описать. Может быть, если бы наша встреча уже была ни первой, ни второй, как-то я бы была, не знаю, более раскрепощенней, что ли, но в тот момент как-то мне казалось, что это было предместо начать общаться. Где сейчас эта фотография? Фотография с открытия? Ну да. Нигде, а фотография, которая, где мы держим факел втроем, скажем так, она висит у меня дома, да, в программочке. Как получилось так, что факел, вроде как, передавали его президенту, и несли вместе с Максимом, а он у тебя дома? Нет, дело в том, что мне повезло больше всех, потому что факел, именно который мы несли, он достался мне, а другой, новенький, отдали Максиму. То есть у меня вот 001, у него 002 по нумерации, поэтому все остались дома. Сейчас с партнером общаетесь? Ну, уже спросили, я сказала, нет. Не знаю, как-то пока не приходилось. Может быть, если выпадет такая возможность, или мы где-то пересечемся, то я не буду как-то проходить мимо, да, и делать вид, что я его не замечаю и так далее. То есть уже, опять же говорю, уже как-то все это, ну, наверное, отошло. Может быть, не до конца, естественно, да, потому что я очень часто прокручиваю в голове, как бы все сейчас было, да, если бы, если бы, да как бы, если бы ничего этого не случилось. И мне, безусловно, этот расклад нравится больше, который я прокручиваю у себя в голове, нежели чем сейчас. Но, тем не менее, все сложилось и складывается так, наверное, как должно было быть. Не знаю. Ну, то есть можно сказать, вот, судя по вот этим словам, они уже не первые, а произнесены, что нынешняя жизнь нравится меньше, чем спортивная? Я не хотела так говорить, вот честно, не хотела, но да, наверное, да.